Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемый Давид Владимирович, спасибо за... Знаете, я ввиду отсутствия времени буду говорить коротко, тезисно, минут на 20-30, может, присядете вам стоять, долго будет смотреть. Я благодарен Давиду Владимировичу, что пригласили, потому что я не мог не откликнуться на ваше приглашение, учитывая наши добрые дружеские отношения. Я здесь в этих стенах не был почти 30 лет. Вот, поэтому мне очень приятно опять здесь побывать. И вот Александр Эдуардович говорил, что много воспитанников у них в УЗИ. Ну, у нас в УЗИ тоже много воспитанников из УОРа номер один. Для меня вообще главное, что воспитанница УОРа номер один, это моя супруга, мать моих четверых детей, да. Но я ее вовремя отсюда в начале 90-х забрал. А ее подружка осталась, Карина Азнавуриан, и стала двукратной олимпийской чемпионкой. А моей жене повезло больше. Я хочу все-таки вернуться к теме сегодняшнего круглого стола, современной тенденции олимпийского движения. Потому что, знаете, то, что сегодня происходит, на самом деле, оно это начало происходить уже последние годы. Происходило не то, что трансформация социокультурных ценностей олимпийского спорта и олимпийского движения. Не то, что деформация, даже не трансформация и не деформация. Происходило разрушение социокультурных ценностей олимпийского спорта и олимпийского движения в целом. То, что много лет вообще это создавалось, началось разрушаться. Причем, что удивительно, знаете, вот как всегда говорят, вот как Советский Союз сильной организацией была, нельзя разрушить снаружи. Мы можем только сами это разрушить, вот свой построенный мир, своими же руками. И вот Международный Олимпийский Комитет начал своими же руками, по сути, разрушать Олимпийское движение. И вы видите, к чему это приводит. Вот если говорят о спорте мир, ведь не просто так, наверное, возникло вот это определение. Как только нарушился мир в спорте, вот посмотрите, сегодня эта турбулентность, то, что сегодня происходит, коронавирус. Коронавирус – это просто гибридная война. Это не ядерная война, не нужны баллистические ракеты. Можно просто вот таким гибридным способом, информационным способом разрушить все отношения между странами, все коммуникации между странами, обрушить экономики. А потом начнется новое мироустройство, которое обычно всегда начиналось после мировых войн, которые бомбежки и прочее, прочее. Сегодня можно вот таким образом мироустройство переделать. И вот началось все, и сегодня главным под ударом оказался спорт и олимпийское движение, как это неудивительно. Одно из таких пострадавших при вот всей этой турбулентности, скажем так, отраслей, если говорить про нашу страну, народного хозяйства, становится спорт. Потому что уже европейские лиги футбольные посчитали, что если остановить чемпионаты и не доиграть, убытки 4 миллиарда евро. Пять крупнейших европейских футбольных лиг. Это при том, что сегодня вся индустрия спорта мирового 135 миллиардов долларов крутится вообще в этой индустрии. И только остановка футбольных лиг потери 4 миллиардов. При том, что если отменят спектакли в театрах, отменят кинопоказы в кинотеатрах, народ не будет ходить. Понимаете, можно это все смотреть по телевизору, через онлайн-каналы, трансляции, концертов. Можно включить диск, послушать записи. Но если не будет спортивных соревнований, можно, конечно, смотреть запись Олимпийских игр 1968 года, 1972 года с удовольствием. Но то, что сегодня будет происходить здесь и сейчас, этого не будет. Это понятно, почему сегодня и Олимпийский комитет международный в растерянности. Но это все создавалось своими руками. Почему? Первое. Когда приняли Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА, который все бездумно просто подписали в Международной Федерации, не читая, вот, не читая о том, как выясняется. Но мы не читали. Его создавали люди вообще. Это антинаучный документ, антидопинговый кодекс, потому что ни одного ученого, врача, там экономисты, юристы, финансисты создали. Ну, даже вот такое, что допинг противоречит духу спорта. Вот что такое дух спорта? Вот кто, как-то сидят люди, остепененные здесь. Чем его измерить, этот дух спорта? В каких единицах? Кто бы это когда хоть раз описал? Дальше под допинг попадает все, что может увеличить работоспособность спортсмена и человека. Понимаете? Ну, тогда, если так идти, под допинг может и вода обычная. Не говоря уж про минеральную воду. Обычная вода. Потому что грамотный питьевой режим может увеличить работоспособность. Тогда давайте мы и воду отнесем к запрещенным веществам. Дальше. Все внешние манипуляции, которые со спортсмена происходят. Извините меня, но спортивный массаж тоже увеличивает работоспособность и повышает работоспособность. Давайте мы и массаж. И тогда те, кто лежит на массажном столе и массажиста, если его фиксируют от тех стран, где вели за эту уголовную ответственность, давайте мы его сразу обоих посадим. То есть много таких вещей, которые было прописано и которые там никто не смотрит. Как нарушаются права спортсмена, права олимпийца. Когда надо на три месяца вперед расписать, где ты будешь. Когда ты вот три бана, там тебя дисквалификация. Нарушение антидопингового кодекса уже есть. Значит, приравнивается к приему допинга. Никто не говорит, что допинг хорошо. Но когда вот ситуация доводится до абсурда, так как сегодня доводится до абсурда вот с коронавирусом, который по смертности на 15 месте вообще из всех болезней стоит. И от сезонного гриппа все понимают, что умирает народу больше и от осложнений. Но тем не менее, вот это нагнетается. И вот это возникло. И сегодня, когда действительно спортсмен уже бесправный, уже даже врач. Врач, я с массой врачей беседовал. У меня на 15 универсиат, где я руководителем делегации был, шефом миссии. Когда на глазах боятся оказывать помощь не только наши врачи, врачи других команд. Как бы не навредить, не ввести что-то, они нарушают клятву Гиппократа. Его первая задача спасти человека, когда что-то возникает. А он тысячи раз подумает, какой же препарат ему вводить. То есть вот идет такое нарушение, о котором никто не думал. И Олимпийский комитет международный на это спокойно смотрел. Ну, думает, все хорошо, идет борьба с допингом, давайте бороться. Никто не говорит, что не надо бороться. Но вот довели до такого абсурда. Дальше следующий абсурд, когда решили, что пробы надо 10 лет хранить. Почему 10? Почему не 5? Почему не 25? Почему не 8, не 4 года? Вот прошел, сняли, 2 недели прошло. Накажите. Тогда не надо вручать олимпийские медали во время Олимпийских игр. Тогда объявите, что награждение чемпионов и призеров Олимпийских игр произойдет через 10 лет на таких-то там Олимпийских играх. Там, условно, в 2020 году мы будем награждать за победителей и призеров Олимпиады 2010 года. Все будет по-честному. Потому что люди получили награды, получили премии, получили спонсорские контракты. Они жили. Но самое страшное, что нам с вами, что мы не в спорт детей не сможем привезти. И убеждать детей ходить по школам и говорить, запишись в секцию, спорт это прекрасно. Идите, занимайтесь спортом. Потому что вот эти ценности разрушаются у них на глазах. Каждый помнит, как он пришел в спорт, потому что у него был кумир. И его фотография висела на стене. Там борец, пловец, фехтовальщик, легкоатлет. Вот он его кумир. Он смотрел там футболист, хоккеист, неважно. И он на его примере пришел в спортивную секцию. Школьником, ребенком. Стал заниматься. Проходит 10 лет. Он тоже попадает уже там ему 17-18. Он там и УОР закончил, и в сборную команду попал. И вдруг выясняется, что кумир его детства оказался жулик. Он преступник. Его лишают всех наград, всех медалей. Он все возвращает. Что у него в душе происходит? Что он должен подумать? Ну ладно, он уже там. Но вот растет следующее поколение, которое тоже на это смотрит. Смотрит на это. И видит, что вот, видите, как низвергаются кумиры, разрушаются. Ну, вера в святое. Потому что, ну, человек, олимпийский чемпион, он, по сути, святой человек для них, для детей. И вот это происходит. И вот это разрушение социокультурных ценностей, на чем мы всегда воспитывали молодежь, воспитывали юных спортсменов, и которые люди потом приходили к нам, проходили все этапы подготовки, начальные подготовки, тренировочный этап, этап совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства, попадали в сборную, попадали на Олимп. Сегодня вот эти моральные все принципы, ценности, на чем, что их движило, все разрушается. Дальше. Материальная составляющая. Как коммерциализация спорта привела к тому, что сегодня, к сожалению, к сожалению, родители ведут спорт ребенка не просто для того, чтобы оторвать его от улицы и сделать его здоровее, чтобы отвлечь его от девиантного поведения. Они видят в нем инструмент бизнеса. Я вот с этим, ну, с этим тейсом на многих аудиториях выступал. Люди соглашались. Помню, в Сочи на фестивале молодежи студентов была большая дискуссия там, и тренеры по футболу подходят, говорит, знаете, я же, говорит, вижу, вы правы, но все молчат, что ему-то на скрипке надо играть, а родителей нет, давай, ты должен стать футболистом, попасть туда, туда, сюда. То есть они его водят. Родители просто сумасшедшие становятся. Их нельзя пускать на тренировочные занятия, на тренировки к детям. Особенно там в игровых видах спорта. Посмотрите, драки на трибунах. Родители между собой дерутся, дети все это видят. Идет доплата тренеру, чтобы его ставили первую пятерку там в хоккее. Был случай там несколько лет назад на всероссийских соревнованиях по хоккей. Парень в третьем звене играл. Стал лучшим игроком. Чудом. Потому что время игрового меньше у него было. А его не пускали, потому что богатые родители доплачивали тренеру. Нельзя это скрывать. Есть эти тенденции. Доплачивали тренеру, чтобы тот больше получал игрового времени. Получает больше игрового времени, больше на глазах. Во многих играх это происходит. Родители бросают работу, становятся личными менеджерами этого ребенка. С ним мотыляются по всей стране, по миру. В каких-то там видах спорта. А потом 15 лет ребенку выясняется, что вот нету, у него шансов-то нет. Действительно, ему надо было играть на скрипке, а не в футбол, или там бороться, или там бегать, плавать. Ну, в этих-то видах меньше, больше вот в этих игровых, где все мечтают, чтобы он в NBA, NHL, был еще где-то. И все. Я действительно, это сейчас не так, я действительно, в реальной судьбе беседуешь. Родители, вот, мы на тебя всю жизнь положили, а ты не оправдал наших надежд. Что в душе у ребенка происходит? Мало того, что разрушались ценности, которые, вот, он пришел в спорт, кумиров низвергли, плюс он не оправдал, угродительского, вот, доверия к себе. Что у него? Он покалеченный, выходит во взрослую жизнь. Покалеченный, по сути, духовно, морально, дай Бог, чтобы не физически. И, к сожалению, вот такие тенденции сегодня есть, которые, ну, знаете, не делают олимпийский спорт, и вообще спорт лучше, чище и краше. Что касается, вот, говорим, какая альтернатива? Ну, не все, да, попадают на Олимп, не все попадают, есть, там, ну, студенческий спорт. Да, это 17-25 лет, этот временной промежуток, сегодня в законе о физической культуре четко определено, что, да, организация, которая управляет развитием студенческим спортом в России, субъект физической культуры, Российский студенческий спортивный союз. И, если раньше это было записано в законе в 329 ФЗ, что только это студенческий спорт, массовый спорт, то сегодня, что это, он служит и для подготовки спортивного резерва. И сегодня подписана межотраслевая программа между Министерством науки и высшего образования и Министерством спорта в ноябре. Этот приказ был, утверждена межотраслевая программа развития студенческого спорта, которая предполагает развитие, в том числе создание центров студенческого спорта на базе образовательных организаций высшего образования. Пока на 2019 год вот таких центров с финансированием, с финансированием на спортивную подготовку. Если раньше только вот вузы получают только на финансирование на по госзаданию образования, то теперь вот как финансируются организации, осуществляющие, которые реализуют федеральные стандарты спортивной подготовки, также вуз на базе вот этих центров студенческого спорта будет реализовывать федеральные стандарты спортивной подготовки для студентов и предусмотрено финансирование. Правда, оно не подтверждено, программа это есть, она вывешена и на сайте Минспорта, и РССС, и можете посмотреть, там миллиард с чем-то, вот на 14 вузов физической культуры подведомственных Минспорту России попали в нее, и на 2019 год 4 вуза Минобра науки. Это 3 федеральных университета, Дальневосточный, Сибирский федеральный и Уральский федеральный, и в Москве это Московский государственный технологический университет предполагается создать. В чем вообще вот смысл, и я всегда тоже, когда я с губернаторами встречаюсь, пытаюсь так убеждать, ну соглашаются, да, но все говорят, ну да, вот финансирование, отсутствие финансирования. Последняя вот была встреча с Привозском федеральном огруге, Игорь Комаров, полпредпрезидента, проводил совещание с губернаторами в Тольятти, и вот мы вместе с замминистра спорта Томиловой и Мариной Владимировны убеждали в том, как надо действительно уделять внимание детско-юниверситетскому спорту, и в том числе студенческому спорту. Я говорю, ну вот вы говорите, денег нет, но посмотрите, у вас сегодня в регионах тренируются дети в учреждениях либо дополнительного образования, которые органам управления образования подчинены, либо реализуют федеральные стандарты спортивной подготовки, спортивные школы, спортивные школы Олимпийского резерва, училища Олимпийского резерва. Это государственные деньги. Да, это может быть не федеральный бюджет, но это муниципальный, региональный бюджет. Это все равно государственные деньги. Вы тратите эти деньги на вот этих детей. Дальше, когда он заканчивает общеобразовательную школу и, соответственно, доп. образования, вот эти заведения, я говорю, он не попал ни в сборную области, ни в сборную, так же, как вот после ООРа. Вот ООР закончил, возраст достижения, попадания в сборные команды России, он выше, это еще в советское время считали, там, 80-е годы, срок окончания ООРа, когда, я помню, когда мы это делали, вот это постановление, еще 87-й год, когда школы-интернаты спортивного профиля переделали в училище Олимпийского резерва, чтобы помимо школы еще получали среднее специальное образование, но тоже считали, смотрели, что возраст попадания в сборные и достижения максимальных результатов намного выше, чем срок окончания училища Олимпийского резерва. И вот заканчивают, да, вот все, куда им деваться, в сборные команды не попал, если даже в области или регионов, не говоря про молодежный, юниорский, или там, основной состав, и они решили выбрать другую профессию, даже я уверен, что может быть после УОРа они идут и выбирают там гуманитарные, технические, медицинские, и угодно, сейчас направлений много, тем более после среднего специального сдают там внутренние экзамены, ИГ не нужно, и, я говорю, пришли они в ВУЗ, и все, и получается то, чем они занимались всю жизнь, и то, что на них тратили деньги, они оказываются не у дел, у них нет возможности продолжить дальше свое вот это спортивное совершенствование, хотя бы заниматься тем любимым делом, чем они привыкли 8-10 лет заниматься, это ребята очень физически крепкие, мотивированные, и психические, и физические, сразу найдутся антисоциальные элементы, которые привлекут их на свою сторону, и поведут там на митинги, еще куда-то, давайте, я говорю, лучше пусть они занимаются физической культурой и спортом, в ВУЗе, дать возможность им продолжать, есть, конечно, три здесь ограничителя, здесь три таких триггера, первый, конечно, материально-спортивная база, не позволяет, допустим, развивать, вот сегодня у нас в календаре РССС, и КФМинспорта, в едином календарном плане, то есть, вот как российский студенческий спортивный, мы культивируем 53 вида спорта, 53, 32 олимпийских, и 21 неолимпийский вид спорта, вот сейчас зимняя универсиада, шестая в Красноярске завершилась, летом в Екатеринбурге, дай Бог, все будет хорошо, в июле седьмая летняя всероссийская универсиада, то есть, комплексные мероприятия, фестиваль студенческого спорта проводим, международный день студенческого спорта, и, конечно, база у многих ВУЗов не позволяет развиваться вот по всем этим видам спорта, и чтобы ребята реализовались, тогда, естественно, нужны вот эти межведомственные центры на базе нескольких ВУЗов. Второй момент, это квалифицированные тренеры, которые могли бы обеспечить им подготовку на должном уровне, и да они, потому что многие уже с первым спортивным разрядом, а то и взрослым, или КМС, не говоря уж там, мастера спорта, и выше. И третье, это дать возможность ребятам ездить на соревнованиях. У нас сегодня 15 студенческих спортивных лиг, которые тоже в законе прописаны, студенческие спортивные лиги, в закон не следу, которые вот хорошо очень, ассоциация студенческого баскетбола, 800 команд играет, 800 ВУЗов, вот вся Россия, но ВУЗов меньше команд, там то, что есть, и мужские, и женские от ВУЗов. Ассоциация мини-футбола, мы проводим, с нею соревнования, 500, значит, ВУЗов участвует, национальная студенческая футбольная лига, где ребята, вот не достигшие, не вышедшие туда, никуда не попавшие в бой, в студенческой волейбольной ассоциации, студенческая хоккейная лига, когда они имеют возможность себя реализовать, участь и получая профессию в ВУЗе, потому что это этап социализации, ну, не получилось у них с олимпийским спортом, не вышло. Но вот это взросление, этот момент взросления, мы таким образом им, знаете, помогаем и даем возможность почувствовать себя нужными своей стране, там, своему ВУЗу, своему городу. Я вот вспоминаю случай, всегда привожу в пример, я в 2009 год, всемирная универсиада в Белграде, летняя, прилетают художницы, они отдельным бортом, Ирина Александровна их привозит из Дубровников, чартером, своим этим самолетом, и я Женю Канаеву встречаю, в свою борту сажаю в машину, потому что, ну, все-таки уже олимпийская чемпионка Лондона, вот, она едет, я говорю, Жень, скажи, я говорю, у тебя мотивация вообще какая? Ну, здесь всемирные универсиады, всемирные студенческие игры, ты же, он говорит, Сергей Германович, вы знаете, вот у меня есть олимпийская медаль, там чемпионатов мира, куча медалей, там эти гранд-при, клубки мира, он говорит, а я же студентка, а у меня нету вот, выше вот в студенческом спорте, потому что действительно мультиспортивное соревнование всемирные универсиады на втором месте после олимпийских игр стоят по количеству, может быть, по медийности, по спонсорам, там вот этой шумихи, в летний у нас в Казани 27 видов было, сейчас ограничили, 15 обязательных и 3 максимума, вот как в Екатеринбурге будет, и 3 дополнительных организаторы водят, бокс, самбо и регби-7 будет, как дополнительные в Екатеринбурге в 23-м году, и она говорит, а у меня нету этих медалей, я очень хочу выиграть, я хочу для себя выиграть, я хочу выиграть для своего университета, она в Лесгов-то училась в Санкт-Петербурге, в университете нашим, вот, для страны хочу выиграть, и она выигрывает 5 золотых медалей, все выигрывает, многоборье, и выигрывает 4 предмета, довольная, счастливая, проходит 2 года, Шенчжэнь, Китай, опять она приезжает, я говорю, Жень, ну что ты не успокоилась, она говорит, нет, знаете, я хочу завоевать столько, чтобы ни у кого в студенческом спорте не было стольких медалей, как у меня, и она выигрывает еще 4 золотых, одну она Дмитриеву отдала, в какое-то упражнение там, с предметами, и у нее серебро, у нее 9 золотых, потом она приезжает, а, это было после Пекина, в 9-м году, я говорю, Лондон, Пекин, 8-й год, потом она после 11-го года, в 12-м году выигрывает еще, становится двукратной олимпийской чемпионкой в Лондоне, и вот с тех пор, сколько мы встречаемся, она говорит, я вот эту атмосферу вспоминаю, знаете, не на одних олимпийских играх, нет такой вот доброжелательной атмосферы, все какие-то напряженные, а вот здесь, знаете, вот когда праздник студенческого спорта, совсем другая атмосфера, совсем другой дух, вот другой дух, я понимаю, она говорит, я вот участвовал в 8-м году, и в 12-м году, и понимаете, и вот этот дух, он постепенно чувствует, как-то он меняется, как-то все напряженнее и холоднее, а представляете, что было в 16-м, что чувствовали наши, вон мы с Галиной Евгеньевной были, в Хенчане, на зимний, когда просто, какой там дух был, вот, когда вот, что с командой сделали, и вот этот дух, из олимпийского движения, к сожалению, выхолачивался, он уходил, он просто разрушались вот эти ценности, вот, и это делалось все МОКом, своими собственными руками, потому что, к сожалению, сегодня среди членов МОК, специалистов в спорте тоже нет, мы беседовали, вот, есть у нас Владимир Николаевич Платонов, ну, известный наш ученый, киевский, сегодня нам последний теоретик теории методики спортивной тренировки остался, вторым многих учебников, и, я не помню, где-то мы года 2 или 3 встречались, разговаривали втроем, Сергей Бубко, Сергей Назаревич, президент Олимпийского комитета Украины, несмотря на все вот эти между странами коллектива, у нас великолепные отношения, Бубко был, Платонов, и Бубко рассказывает, говорит, вот, когда мы пытался, я, значит, вот, что-то там говорить по этим антидопинговым кодексу, про это, на заседаниях исполкома, вот, это говорю, Ричард Паун встает, говорит, что, а Бубко ничего в спорте не понимает, ну, вот, в тот момент, сейчас он, там, вице-президентом МОК был, Ричард Паун, который первый, потом и антидопинговое агентство возглавлял в АДУ, вот, ну, ну, Бубко ничего в спорте не понимает, то есть, сегодня и в МОК работают люди, которые тоже далеки от спорта, такая вот, ну, к сожалению, и принимаются решения, которые, ну, не идут на пользу спорта, и мы сегодня видим, вот эти современные тенденции, они просто диаметрально противоположны от тех тенденций, которые закладывались не то, что в Древней Греции, ну, и в 1896 году, когда это олимпийское движение возрождалось, если так пойдет дальше, то просто будет, ну, крах олимпийского движения, и вот уже видите, как, что происходит сейчас, ну, Токио будет, не будет, вопрос, вот, до чего вот эти все вещи, турбулентность в спорте, довела до турбулентности вообще в мировой экономике, ну, может быть, натянута, я говорю, утрирована, как бы так, ерничаю на эту тему, но, знаете, вот, параллели как-то они так проводятся, что когда трогают, не трогайте святое, да, вот, затронули, и вот теперь это все пошло, и каким образом еще вот, все эти запреты в спорте отразятся на сопутствующих отраслях экономики, потому что вы понимаете, на спорт сколько отраслей экономики завязано, помимо чисто вот, физкультурно-спортивной деятельности, и не говоря там уже, да, вот не только туристы, авиаперевозки все, которые спортсмены ездят, гостиницы, вся индустрия спорта, спортивная инвентаря и прочее, прочее, и сегодня, к сожалению, вот смотришь так, что, если так это будет продолжаться, если это вовремя как бы не остановить, вот эту дурь, ну, знаете, вот слово такое все говорят, обнулить, да, сегодня модное слово, обнулить, давайте, может быть, там, все видят, что с нашими легкоатлетами происходит, как издеваются, теперь еще 10 миллионов заплатите евро, тогда мы дадим вам 5 миллионов сейчас, и 5 миллионов еще в 2-3 года, потом, если вы нарушите, вам придется выплатить, тогда будем давать нейтральный статус спортсменам, а иначе не будем давать нейтральный статус спортсменам, понимаете, спорт превратился в какой-то бизнес, такой, причем бизнес, который очень тесно связан с политикой, и ладно, была бы одна политика, а тут еще и вот пытаются деньги на этом заработать, так же, как на пробах, вы так думаете, что это, это хороший бизнес, пробы, одна проба, например, в Италии стоит 500 евро, одна проба, сделать пробу, взять, это 500 евро, вот была Всемирная универсиада у нас, в прошлом летом в Неаполе, а там по закону, по закону итальянскому, потому что там уголовная ответственность, могут только офицеры брать, которые там сертифицированы, не просто, как даже в других странах, и в связи с этим тоже стоимость увеличивалась, пробы, если где-то можно было за 300, вот заказать всю эту услугу, одной пробой, то тут она уже получалась 500 евро, представляете, какие это деньги, и все требует вады, увеличения финансирования, а спорт все разрушается, разрушается, если так, то, к сожалению, мы ничего хорошего в олимпийском движении, уже его испачкали так, изморали, и не понимают, что этим вот фундамент всего, вот подтачивают спорта, веру в людей, и ничего хорошего, к сожалению, не будет, нельзя вот, знаете, находиться в одной лодке, и думать, как хорошо, что я здесь, какая-то дырка там где-то на носу, а у меня здесь все нормально, это все одно общее явление, и никуда олимпийское движение, в целом, из всего спортивного движения, это вишенка на торте, его никуда не вырвешь, не уберешь, и, к сожалению, когда все это видит молодежь, нам все сложнее и сложнее ее агитировать, и говорить, что спорт это прекрасно, что спорт это норма жизни, что давайте, потому что всегда у любого, кто приходит в спорт, он хочет, значит, стать олимпийским чемпионом, что тут скрывать, потом он понимает, что он не станет, и он там, за него что-то для себя, потому что каждый идет, когда куда-то там, да, на шоу «Голос», дети там, вон идут они, каждый думает, что он станет там, не знаю, кем не хочу, примеры приводить, у нас эстрада такая, они все, вот, ну вот кем-то станет, да, ну, Иосифом Кобзоном, да, или Муслимом Магомаевым, достойные, да, назовем кандидатуры, вот, Софы Певичиков упоминать, вот каждый мечтает стать лучшим, это правильно, стремление к лучшему стать, вот, Александр Эдуардович в своем докладе, там, вот эти, там, это лидером, да, каждый хочет стать лучшим, если ты не хочешь стать лучшим, не надо заниматься этим, вот, понятно, что лучшим ты можешь не стать, но если у тебя не будет такой мотивации и стремления стать лучшим, ты никогда не сам не разовьешься, не сделаешь свое дело хорошим, нормальным, и не сдвинешь его вперед, а будешь топтаться на месте, а сегодня, вот, к сожалению, что имеем, то имеем, но, я думаю, что нашему, вот, научно-образовательному сообществу, физкультурно-спортивному, надо держаться вместе, нас не разрушишь, не перебьешь, мы всегда, тренерские кадры у нас были лучшие, мы готовили лучшие тренерские кадры, которые работают по всему миру, сегодня, и тренируют, куда не поедешь, смотришь наши выпускники, и никто у них не спрашивал конвертацию диплома, баллонской он системы или не баллонской системы, все знали, марка вузов, а выпускник такой, это все, значит он, и выпускник такой-то тренерской школы, такой-то педагогической школы, что это лучше, я думаю, что нам надо так же держаться, не опускаться, несмотря на то, что происходит с нашим образованием, это уже отдельная тема, это еще можно минут на 40, давайте не будем, ограничимся олимпийским движением, да, не будем уже говорить, какие издевательства происходят в среднем профессиональном образовании и высшем образовании, потому что мне за 23 года, вот будет сейчас в апреле 23 года, как я служу именно ректором, а в образовании я с начала 80-х годов и преподаю до сих пор, вот, поэтому все это на глазах, и картина еще более печальная, чем то, что происходит в олимпийском движении, но по образованию давайте мы отдельный круглый ствол соберем, а ограничимся сегодня вот теми негативными эмоциями, которые мы получаем от современных тенденций в олимпийском движении. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Сергей Ильич. Актуальное, острое выступление. Спасибо.